Друзья, доброе утро! Вот у нас очень много добавилось подписчиков. Сейчас выхожу на Ваикре. Слава Богу, вот растет уже канал. Растет. Начинаем видеочат. В телеграмме. Канал Ваикра очень отлично растет. Значит, Ваешев, глава Ваешева у нас сегодня. Глава Ваешев. Ваешев. Шестой, седьмой день. Все. Значит, мы сегодня заканчиваем с Божьей помощью главу. Начать запись. Хорошо. Запись начата. Звук, картинка. Все. Значит, жду вас тоже на телеграмме. На телеграм-канале. Очень вас жду. На фейсбуке, на телеграм-канале. Мы вас везде очень ждем. На инстаграм-канале. Мы Ваикра развиваем, чтобы Тора шла по всем каналам. По всем каналам, чтобы шла Тора. Значит, сегодня, опять же, перед тем, как вы что-то делаете, нужно, чтобы было намерение правильно. Сегодня у нас урок для Рифа Ашлома, Рита Бадбася, Александра Бенемиля и все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы ваши близости, и если вам нужно, чтобы сила этого урока отдала вам вот эту божественную энергию, которая оживила бы все клетки вашего тела. Как желает Рифа Ата Нефеш, выздоровление. Нефеш – это животная душа, это как тело человека. Верфа Ата Гуф. И чтобы органы тоже все выздоровели. То есть, есть внутри как система управления. Нефеш – это как такая система управления. Представляете, миллиарды нейронов, миллиарды клеток, вот этих все, головной мозг, спиной мозг. Это блуждающий нерв. Вы знаете, что у вас там, пока вы сидите сейчас, какой-то нерв в это время блуждает, который считывает, представляете, такой есть нерв блуждающий. Он считывает всю информацию с тела внутри, он поэтому называется блуждающий, и посылает в мозг. А мозг считывает эту информацию с блуждающего этого нерва и дальше по нервной системе управляет процессами. Ну, вообще полностью. Теперь, значит, и чтобы было лейлу нишама для поднятия души Борух бен Авраам, Борух бен Исхак, Борух бен, значит, Борис Исаакович Минтезевич, это мой папа. Уже почти год прошел, как он ушел. Наверное, там уже освоился. И, значит, чтобы ему там была сила, сила и, значит, духовная сила, да, сила заповедей. И чтобы было, если у вас есть кто-то, ваши родственники, которые ушли, и вы хотите им добавить силы, то вы, оп, значит, тоже можете сказать, что это для поднятия душ тех людей, которые, чьи души вы хотите поднять, чтобы они там выше поднимались. Ну вот, а сегодня мы дошли до шестой-седьмой отрывок недельной главы Ваешев. И здесь у нас, конечно, начинается удивительная история. И было после этих событий. Значит, вот это вступление, и было после этих событий, оно очень часто в Торе проходит. И что мы отсюда сразу можем выучить? Было после этих событий, что сегодняшний день каждого из нас, это следствие тех событий, которые были с нами вчера. А завтрашний день, это будет следствие этих событий, которые у нас есть сегодня, да. Поэтому после тех событий, Иосиф, значит, мы знаем, что он прихорашивался, и он очень хорошо выглядел, он стал главным в доме этого министра, да. Он стал самым главным в этом доме, он был самый такой распорядитель всем имуществом. Ватисаешет Адонав, Этейнея Эль-Юсеф. Начинается, здесь же вся Тора, первая глава, первая книга Тора, это архетипы. И, значит, здесь событие, которое проходило через всю мировую историю, красной нитью, некоторые говорят, что вообще это управляло всей мировой историей. Вот это вот, что же управляло? Представляете, он себе работает в распорядитель дома, все, и тут жена его господина, она любовь нечаянно нагрянула на нее, и она к нему начала переставать. В Торе Тора читается, есть еще нотная, есть уровень, то есть есть специальная мелодия, на которой читают Тору. Еминские евреи, у них свой чуть-чуть есть, то есть есть специальная традиция, как читать. И вот следующий отрывок начинается вот с такого, прямо есть такой значок, всего лишь несколько, там, три или пять этих раз во всей Торе используется этот нотный знак. Но он, я не очень сильный такой в голосе и в нотах, но он, когда читают недельную главу со свит, который, его читают так. но я так не могу только вот так вот как пружина такая очень долго и отказывался и отказывался и отказывался ваймен это я отказывался иосиф отказывался 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 она к нему приставала приставала и приставала и сказал он жене господина вот мой господин не знает со мной не то есть он на меня полностью полагается он не полностью доверяет все что у него есть он дал мне и нету никого в доме кому он так бы доверял и он от меня ничего не закрыту ничего не скрыл а только тебя потому что ты его жена и как я могу сделать такое зло и согрешить перед богом он говорит с двух сторон он говорит первое я перед господином своим не могу согрешить у меня столько сделок добра он не так доверять второе перед богом то она говорит да ладно он не узнает то все пятое десятое ничего если бы говорит о бог перед богом да никак не могу согрешить бог то точно узнает по закону сыновей ноаха всего человечества секс замужней женщины запрещен категорически запрещен отношения замужней женщины для всех запрещены и знать торе и и ну в принципе все 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 это как бы однозначно запрещено вы привели нам привели нам этого еврея а он пришел насмехаться над нами вот сейчас он меня изнасиловал а завтра он еще вас изнасилует так она имела ввиду объединяя себя со стороны вообще представляете вот ничего не поменялось за четыре тысячи лет значит кто виноват евреи кто виноват евреи вот она говорит вот привели еврея этого раба так он на меня набросился и полностью навела на него напрасли ну да и сказал кричала насильно и когда услышали и она говорит и когда он услышал что начала так сильно кричать он убежал вот одежду оставил у меня в руке все и убежал вечером пришел хозяин пришел господин пришел он домой и она ему начала говорить вот как ко дворима или значит как как эти вещи которые ты со мной делаешь сделал он мне уже сделал то есть она свою фантазию выдала за правду сделал которого ты привел нам пришел он для того чтобы меня изнасиловать так она своему мужу сказала и когда я подняла голос начала кричать а он оставил одежду в моей руке и значит убежала наружу когда услышал господин эти слова жены которые она говорила ему говоря что именно как ты не делаешь так он не делал сделал уже разгневался он говорит нам устная тора что разгневался он на то что ему теперь придется ему теперь придется иосифа выгнать значит когда мы думаем что люди которые у власти они свободны это большая ошибка то есть чем выше человек поднимается тем более он не свободен тем более он завязан кучей разных обязательств отношений и так далее и хотя говорит нам устная тора что хозяин иосифа он понимал что иосиф ничего и не делал что это обман что это она все придумала но у него выхода другого не было после того как все люди это знают как он может доказать что этого не было а если он попустит то есть у вот этих вот с волками жить по волчьи выть и во всех взаимоотношениях джунглей если ты слабый то тебя сжирают сразу же моментально и значит он хозяин раздевался он не написано что он раздевался на юсефа он просто раздевался и взял господин юсефа и послал его в тюрьму вместо где сидят где сидят осере амеллах где сидят заключенные которые бросил в тюрьму именно фараон то есть в высшие такие сановники которые фараон бросал в тюрьму там специально был блок для госслужащих и сидел он там в доме в тюрьме то есть вот этот же министр этих самых палачей он как бы имел отношение он тоже был из выгодников египетских и он юсефа он перевел просто в то место которым он тоже управлял его там поставил но значит юсефу пришлось там быть и было и был бог с юсефом и там и он на него направил хэссет милосердия и значит вот этот вот министр управляющий тюрьмой он тоже был очень доволен тем что юсеф у него появился и он его поставил над всеми заключенными он его поставил где сидели самые самые главные арестованные фараона то есть у него там связи и так далее и он там тоже многому научился вот это очень интересная вещь что тора нам четко говорит кто хахам кто мудрец а ломет меколь адам тот то учит учиться у каждого человека кто тора нам говорит кто уважаемый тот кто мехабет это бриот тут уважает создание только он уважаемый и юсеф находясь в этом кругу высших государственных сановников египта он ну он их уважал хотя он был главный над ними и он отвечал за всю за всю бытовуху да в тюрьме значит он был со всеми хороших отношениях и он многому у них научился и значит он был главный над этой тюрьмой и все что написано вот эта фраза она очень хорошая и я всегда когда благословляю я в эту фразу взял вот отсюда в ашер у асэ ашэ мацле все что он делает бог дает ему в этом успех то есть когда человек думает об успехе это иногда получается иногда не получается когда чем думает чтобы бог был все время доволен то все что он делает будет получаться это намного более правильный рычаг и правильное намерение в каждом своем действии кольма сэха юлишем шамаем каждое твое действие пусть будут во имя небес каждый твой выбор чтобы было ты вначале думал что будет хорошо всевышнему и как то что ты делаешь будет хорошо всевышнему и после этого ты делаешь и ашэ мацлех беадеха то есть бог дает отслаху дает успех то что ты делаешь и было после этих событий значит согрешили машке мэлах мицраем в ауфе значит согрешили виночерпи царя египта и его хлеба хлебопек булочник его до согрешили они перед царем египта и разнился пора на двух своих министров на министра виночерпи и на министра булочников здесь очень интересно мало будем говорить если вот без читать без комментариев без устной торы непонятно почему вначале написано разгневался на наливальщика вина и на булочника а потом написано разгневался на министра наливальщика и на министра булочника оказывать оказывается значит были люди которые выполняли фактическую работу этот наливает вино официант а а второй, значит, печет булочки, этот самый, кондитер такой. И были министры царя, которых министром царь раздавал такие, знаете, как статусы, такие статусы, чтобы их красиво отличать одного от другого. И был один министр у царя, которого он назначил министром над виночерпиями, над наливальщиками, а второго он своего министра назначил главного над булочниками. И это большая разница. Сейчас мы узнаем, почему. Значит, и он их бросил в тюрьму. Бросил они в тюрьму. За что он их бросил в тюрьму, в которой Иосиф был управляющим? Значит, Иосиф за ними, так как он со всеми работал, со всеми этими заключенными царя, Иосиф с ними работал почти год. Да, в Айю, Ямим, Бомишмар. Почти год они были в тюрьме, Иосиф с ними был в очень близких отношениях. И снились у них, обоим приснился сон. Значит, в одну и ту же ночь снился им сон. Значит, снился им сон. Какой сон? Утром пришел Иосиф и говорит, что это с вами, какие-то у вас лица странные. Они ему начали рассказывать про свой сон. Я сейчас сокращаю. Начали они рассказывать ему про свой сон. И, значит, сказал он им. Алло, лейлоим, петроним, сапруна ли. Иосиф говорит им, расскажите мне свой сон, Всевышний, он даст ему расшифровку. А как мы знаем, сон идет за расшифровкой. Дальше это будет указано. И рассказал один, вначале рассказал тот, кто был министр над наливальщиками, рассказал сон. И сказал ему, вот у меня во сне, там, рассказал ему свой сон. Три было о виноградной грозди и в конце... В общем, он рассказал ему свой сон. Тогда и сказал ему Иосиф, вот я тебе даю такую расшифровку. Через три дня тебя, фараон, простит тебя и вернет тебя, значит, вернет тебя на службу. И будешь ты опять подавать фараону его стакан. Теперь, а если... Если ты... Он ему говорит... И если ты запомнишь, как я тебе сделал. И сделай, пожалуйста, со мной милосердие и упомяни меня перед порогом и вытащи меня отсюда. Потому что украли меня из земли евреев, да, из земли евреев. И, значит, и здесь я ничего плохого не делал. То есть он ему говорит, я не раб. Во-первых, меня украли. Во-вторых, я, значит, я здесь ничего не делал, никакого преступления. Почему меня здесь невинного держат? Отпустите меня. И увидел сар, министр этих самых кондитеров, что хорошо расшифровал Йосеф сон. Что он ему сказал хорошую расшифровку. И сказал ему, давай я тебе свой сон расскажу. Он ему рассказал свой сон. И по его сну, вот тут очень интересная вещь, которую я до сегодняшнего дня не знал, я вам сейчас расскажу. Он ему рассказал сон. И Йосеф ему говорит, через три дня фараон тебя повесит. И тебя убьет, отрежет тебе голову. И, значит, повесят тебя на дерево, и птицы будут есть твой труп. Так он ему сказал. И после этого написано, вае и бае Машлиши, и было на третий день, был день рождения фараона. И сделал он пир для всех своих рабов. И действительно, он вернул министра Виночерпия, вернул. А этого он, значит, казнил. Представляете? Казнил. И все. Сар-тала, кашер-патар-лаем Йосеф. А того он повесил, как ему расшифровал Йосеф. То есть, это было по расшифровке Йосефа. Вело захар, сара-маштим, от Йосефа и шкак-эго. И не запомнил министр этих Виночерпиев. Не запомнил он Йосефа. Не вспомнил его. Не упомянул его поро. Значит, нет. Воздал ему добром за добро. Но так получилось. Теперь смотрите, что здесь интересного. Если бы чей грех, вот по-простому, чей грех был, чей поступок был. Вот вы фараон. Представьте, допустим, вы фараон. Значит, устная сторона нам говорит, что в чем было преступление этих министров. Значит, фараон сидит за столом. Пир у него. Ему дают стакан вина. Передает этот министр. Министр передает Виночерпиев. И министр булочников передает ему булочку. И фараон, значит, кусает булочку. У него камень на зубе. Прямо, ну, камень какой-то на зубе, да. Он, значит, глотает вина, хочет запить, да, чтобы промыть этот камень. А у него в стакане муха. И он говорит, что это творится здесь, да. Что здесь творится. Говорит, а ну-ка этих министров бросить в тюрьму. Теперь вы фараон. Чей проступок тяжелее? Министра булочников или министра виночерпиев? Кто из них больше согрешил? Как вы думаете? Давайте я сейчас не буду говорить ответ. Подумайте минутку. Не сразу. Кто больше согрешил? Министр булочников в булочке оказался камешек и песок. Или министр виночерпиев, значит, в вине оказался с муха. Теперь смотрите, что интересно. Интересно следующее. Что пекли булочки и наливали вино не министры. Есть, то есть, булку пек кондитер. А этот просто министр передавал. И вино наливал не министр этих самых виночерпиев. Вино наливал официант. А он ему просто передал стакан фараону. Малбин говорит, что, конечно же, большая вина была у виночерпиев. Потому что министр булочников, он не мог увидеть, что внутри булки. То есть, это его сотрудник, который пек эту булку. Он плохо поступил. Его надо было казнить. А министр виночерпиев, он сам виноват. Потому что он мог увидеть, он должен был увидеть муху, которая в вине плавает. А он не увидел. То есть, как бы, преступления министра виночерпиев было больше. И если бы Йосеф сказал по лодике, да? То есть, если бы он расшифровал сон, не расшифровал сон, а по лодике. Он сказал бы так. Но, по идее, должны простить министра булочников. Потому что он же не виноват. Он не видел, что внутри булки. Он просто передал булку. Это надо было казнить того, кто булку пек. А виночерпиев, министр, он виноват. Он неаккуратно не посмотрел. Тот, кто передавал. Но Йосеф, он... Именно в этом и было чудо, что он расшифровал сон. И произошло точно все наоборот, как он сказал. И в то же самое время министр виночерпиев его не вытащил из тюрьмы. Только через два года, мы узнаем в следующей главе, что было через два года. Еще два года Йосеф оставался в тюрьме. И через два года все-таки министр виночерпиев в нужный момент вспомнил про Йосефа. Он сказал про Йосефа, и Йосеф вышел из тюрьмы. Но мы это узнаем в следующей неделе на главе. Как было, как Йосеф вышел из тюрьмы. Все, давайте подведем итог. Значит, жизнь, она похожа на Санта-Барбару. Даже не так. Санта-Барбара, она похожа на жизнь. Жизнь похожа на Санта-Барбару. И так было, есть и будет. Есть архетипы всех этих событий. От сумы и от тюрьмы никто не застрахован. Это народная мудрость, которая мы видим, откуда она взялась. Что Йосеф праведник, цадик, вообще. Цадик праведник, это тот, кто сумел справиться со своими вожделениями. И Йосеф, который справился со всеми своими вожделениями, тем не менее, он был в тюрьме 12 лет. И полностью без вины. Вообще не было у него никакой вины, но он был в тюрьме. То есть события нашей жизни, они Всевышний иногда такие, такие тут сериалы закручивает. Что, опять же, он дает нам каждому возможность быть со-режиссером, со-сценаристом. Как он сказал первому человеку, на осе это радам, сделаем человека. Он вошел в первого человека и говорит, ну теперь давай, сделаем человека. То есть мы все являемся сотворцами той реальности, в которой в первую очередь живет каждый из нас. И сотворцами нашей общей реальности, в которой живет все человечество. Поэтому очень важно установить быть добрым, веселым, счастливым. Потому что чем ты более добрый, веселый, счастливый, тем более добрый, веселый мир ты себе создаешь. И чем больше будет добрых, веселых, счастливых людей, тем более добрый, веселый мир мы будем создавать вместе. Поэтому, чтобы заслугу того, что мы изучаем Тору, делаем заповеди, чтобы война закончилась прям как можно быстрее, чтобы все злодеи, они прямо убили себя своим ядом, чтобы они тот яд, который они хотят направить на других людей, чтобы он прямо в них внутри повлиял на них в первую очередь. И чтобы добрые, хорошие люди могли жить в мире, радоваться и шаббат шалом, чтобы был шаббат шалом и в шаббат, и во все другие дни. Всем шаббат шалом, удачи, успехов!